Приветствую вас, вы пишете, что у вас есть проблемы в личной жизни, что вы разошлись с парнем и никак не можете его забыть. Ну, во-первых, надо сказать, что проблемы в личной жизни это одно, что такое личная жизнь сама по себе, это другое. Почему вы разошлись с парнем? Это третье. И почему вы не можете его забыть? Это соответственно четвертая. То есть, по сути, здесь четыре элемента. Вы озвучили четыре элемента. И можно сказать, что эти самые четыре элемента подлежат разбору. Эти четыре элементы необходимо разобраться. Первое. Личная жизнь. Что вы понимаете под личной жизнью? Как вы ее понимаете? Я имею ввиду личную жизнь. Что вы понимаете под личной жизнью, своей личной жизнью? И так далее. Это очень важная история. Это очень важный момент. Почему? Потому что если вы в личной жизни ориентируетесь на, допустим, другого человека, в большей степени, чем на себя, то, по сути, получается, что делаете вы именно себе только хуже. Потому что растворение в другом, ну, никому ничего хорошего не несет. Это первое. Второе. Личная жизнь, вот сама по себе, да, личная жизнь, она, ну, как бы, люди очень часто спутят. Вот. Они называют личной жизнью то, что, возможно, личной жизнью, ну, не являются в принципе. Потому что, значит, ну, потому что личная жизнь, это жизнь личности, личности. Понимаете? Понимаете? Какая история. Личная жизнь, это жизнь личности. Это ни в коем случае не может быть... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, личная жизнь, это только личная жизнь, и всё. Дальше вы пишите, что проблема, ну, как бы есть проблема, да, вот, и проблема, это, ну, она, значит, значит, как правило, проблема заключается в самом человеке, понимаете, какая история, проблема заключается в самом человеке, в том, что, ну, ему, его, его точнее, его, его точнее, что-то не устраивает. Вот. Вот, соответственно, соответственно, нужно смотреть, да, нужно смотреть, почему не устраивает, значит, вас что-ли, из-за чего, из-за чего у вас, собственно, начались проблемы, то есть, что для вас является проблемой, в принципе. Вот. Потому что, от этого, да, зависит, ну, по сути, всё остальное. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь? Вот. Вот. Дальше, вы пишите, значит, что вы разошлись с парнем, со своим. Вот. И, наверное, у этого, ну, тоже есть какие-то причины. Вот. А для этого есть, значит, ну, тоже какие-то причины, да, какие-то основания для того, что вы разошлись с твоим парнем. Очень важно, очень важно было бы понять здесь, кто был инициатором, да, вот, кто был инициатором расставания. Ну, конкретно. Вот. То есть, ну, из-за чего, из-за чего вы разошлись, это одно дело, а вот, кто, кто был инициатором расставания, да, это... совсем уже, совсем уже другая история, кто был инициатором расставания и... соответственно, а почему? Вот. Поэтому тут, конечно, нужно исследовать, тут, конечно, нужно исследовать, тут, тут нужно анализировать, да, и здесь нужно изучать, здесь нужно изучать, а... как и что у вас, значит, произошло. Вот. Дальше. Вы пишите. Вы пишите. Какие Eva? На самом деле. Я не могу добыть... на счёт, ну, человека. А вот. Тоже это очень важный момент. То есть если вы не можете забыть человека, да, то, соответственно, почему вы не можете его забыть, вот, что такого, да, у вас, что такого у вас, что такого он вам давал, что вы не можете, значит, его забыть. Ну, мне кажется, что это как минимум важный момент, потому что тут нужно разбираться, тут нужно разбираться, опять же, почему так произошло, в чем вы, соответственно, нуждались, вот, и так далее. Это такой, это такой аспект. Забыть, как вам сказали, как вам сказали мои коллеги, «забыть» невозможно отношение, вот, именно «забыть» невозможно, можно раскрыть, значит, потребности, ну, ваши потребности, можно раскрыть, можно раскрыть то, в чем, в чем вы, ну, нуждаетесь, вот, и, соответственно, можно будет проанализировать ваши потребности и проанализировав их, проанализировав ваши потребности, можно будет помочь вам, вот, что-то, их раскрыть. Только так, только так можно вам помочь. Соответственно, можно говорить о наличии, значит, некого такого сценарного поведения, при котором вы, значит, неосознанно действуете и совершаете поступки. вот. Это можно раскрыть, это можно, значит, проанализировать, это можно подкорректировать, это можно подкорректировать и, соответственно, делать так, чтобы вы были свободны. С другой стороны, если проанализировать ваши отношения с молодым человеком, то, может быть, вы действительно что-то, ну, сделали не так, и мощно будет вам, ну, как бы, опять же, ребята, рекомендации, чтобы вы с молодым человеком со своим сблизились, вот, и вы не повторили тех ошибок, которые повторили ранее, вот. Также очень важно определить ваше отношение к нему, то есть, любите ли вы его, нравится ли он вам, и как вообще вы его, ну, воспринимают, вот. То есть, мне кажется, что здесь одной из ключевых особенностей является именно отношение, ну, именно ваше отношение, значит, к человеку. Вот, собственно, то, что я могу вам, ну, сказать, ответить, выразить и так далее. Вот. Значит, ну, в принципе, я понимаю, что вам сейчас тяжело и тяжело, я понимаю, что вам сейчас не комфортно, вот, я понимаю, что вам сейчас сложно, но тем не менее, тем не менее, все можно решить, вот, все можно подкорректировать, все можно, все можно сделать. Так что, смотрите сами, вот, и если, если вам, ну, если вам интересно, то можно будет уже поработать. В этом направлении. Вот. И подкорректировать вашу модель восприятности себя и молодых людей. Вот. По опыту, да. Ну, я могу сказать, по опыту, по опыту, могу сказать, что, как правило, проблемы возникают. Тогда и только тогда, когда человек в недостаточной мере, да, в недостаточной степени ориентируется на себя. То есть, вы, как бы, как бы, много, 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 ну, внимания, времени, вот, уделяете людям, да, возможно. Вот. Ну, мало, а внимания, уделяете, наше, наше, а, себе. Вот. Что неприемлемо. Что неприемлемо, потому что ориентироваться в том числе и, значит, в отношениях в том числе, в отношениях, в том числе, в отношениях. Нужно только на себя. Вот. В отношениях нужно ориентироваться только на себя, а вы ориентироваться на другого человека. Так, в соответствии с этим можно предположить, что вы, ну, не в полной мере реализованы. Вот. Если вы не в полной мере, значит, реализованы, то, соответственно, надо смотреть на то, почему вы не реализованы. Вот. Вот. И помочь вам реализоваться. Вот. Помочь вам раскрыть свой потенциал, да. Вот. И после этого, я думаю, что вы и в отношениях будете вести себя, ну, гораздо более независимо. Вот. А самое главное, что те потребности, которые сейчас вами движут, вследствие чего вы не можете забыть своего, 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 значит, ну, своего машину. Вот. Они у вас, как бы, ну, отойдут на задний план. Вот. И будут уже не так, значит, актуальны, да, не так актуальны, как, ну, вот, собственно говоря, сейчас. Но для этого нужна работа. Над собой, конечно. Ну, вот. Для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна активность. Вот. Так что, обращайтесь. Если вы заинтересованы в этом, буду рад с вами поработать и помочь вам. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад сомочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.